Пора подавать документы в ВУЗы. В России стартовала единая приемная кампания. Официально она будет идти до конца лета. Но для разных абитуриентов есть свои особенности. Давайте разбираться, когда и какие документы надо нести в учебные заведения. Упускники школы, бывшие студенты должны предоставить все необходимое до 25 июля. Главный документ об образовании, то есть аттестат из школы, диплом колледжа или другого ВУЗа. Обязательно стоит рассказать о своих достижениях или принести дипломы различных олимпиад, конкурсов, даже, например, значок ГТО. Если есть льготы при поступлении, то и эти документы потребуются. Справка о статусе ребенка сироты или свидетельство об инвалидности. Также есть преференции для участников СВО и членов их семей. У них есть возможность поступать в ВУЗы на бюджетные места. Отдельная квота для этой категории не менее 10% от всего числа бюджетников в учебном заведении. Есть и целевики, те, кто поступают по квоте от конкретного предприятия, например. Как правило, после обучения они должны будут несколько лет отработать в этой организации. По закону подавать документы можно сразу в 5 ВУЗов. Можно их принести лично в приемную комиссию, отправить копии почтой, загрузить сканы в личный кабинет учебного заведения или воспользоваться порталом госуслуг. Основной этап зачисления абитуриентов пройдет с 3 по 9 августа. Продолжение следует...